доброе утро все всех с пасхой смотрите какой у нас сегодня обалденный день просто подарок ночью прошел дождь была гроза была молния а сейчас тихо и несмотря на то что мы с мужем уже сходили на тренировку на такую хорошую знаете каждый раз нас вот раз были длинные выходные долгие три дня целых и каждое утро мы идем обязательно выполнять свои упражнения этом свои упражнения но подождите видите на сайдвок только на правой стороне есть я хотела по тенечку пройти не получится вот несмотря на то что я сделала полностью всю тренировку я посмотрел на эту погоду я сказала ты знаешь как я не хочу войска не войска значит пропадать зря до такому дню пойду я еще кружочек сделала минут на 40 тем более по такой погоде прошел и говорила до ночи прошел дождь и сейчас такой воздух свежий чистый жарковато уже становится вот я футболки в шортах и очень жарко думаю надо было мне еще и кипку взять хорошо что хоть эти захватил очки что когда я выходила так накрапывал маленький дождик но он высыхал даже не не дойдя до земли ну такой шикарный день сегодня конечно тихий спокойный все зазеленело сразу же смотрите деревья сразу же тронули все трава прелесть уже так хочется этих красок это улица очень тихая спокойная я здесь часто хожу особенно летом что как бы в спортзале но там есть вот машины на машинах так скучно ходить я люблю знаете чтобы поглазеть особенно на края на хорошие такие уютные дома пусть эти дома они миллионы долларов стоят они вот в пределах где-то 130 160 вот так но они довольно таки прочные уютные тихая спокойная улица здесь когда ничего плохого не бывает люди живут так как и мы в общем то на нашей улице вот такие деревья конечно они создают такой уют на улице белка и у нас на улице все как один почему-то начали там друг за другом повторять обрезать дерево знаете примут как вот так вот взять и обрезать с верхушки все по ровненько наверху я вот думаю те люди которые это делают эти люди которые позволяют это делать но не хоть бы зашли погуглили вы что ли еще один большой дом на углу тоже продажи но здесь настолько близко дорога разъезжаются из церкви я вижу там целый караван машин в оба направления сейчас я хочу свернуть на тихую улицу вот это моя любимая тихая улица мне нравится наше расположение тем 30 минут я уже хожу и нравится наше расположение тем что все вот так вот улицы между собой связанные и можно гулять эти у нас здесь лужицы были и он вообще буквально полз чтобы меня не обрызгать ну как это мило правда вот здорово вот я хотела показать вот такой ящичек сейчас я пытаюсь чуть поближе это лидом фри лабора и то есть здесь не запирается на никакого замка нет должно быть просто открываться каким-то образом но я не буду это не мое место а может быть у них есть ключик они передают просто этот ключик кому то и библиотека видите если у вас есть что-то дать людям почитать пожалуйста вот сюда приходит и что почитать и обратно возвращают это моя любимая улица и всегда так тихо спокойно красиво все вылезано люблю когда люди ухаживают за своими домами но это знаете как бы стоит конечно копеечку ухажь уход у нас сейчас начинается садово-огородный сезон и мы уже начинаем закупать все что нам нужно там для трава сорня не сорняки удобрения я уже не говорю за цветы или еще что-то все там конечно очень дороговато там можно вот тысячу потратить на сезон раз плюнуть я вам хочу сказать честно что сегодня мне было просто лень как-то приводить себя в порядок найти как женщины меня поймут воскресенье утром вдруг наводить какую-то хотя бы примерную красоту хоть вам тому что раз говорит что конечно же вы так красиво неотразимы и так далее но мы это знаем да и вообще не собиралась делать видео но потом когда собралась идти погулять думаю так захвачу мало ли особо знаете как бы новостей нет какая-то неделя была такая вот немножко напряженная то ли у нас полнолуние это было то ли что там на продажу вот так вот идешь по улице и видите никого нет машины только припаркованные все но вам же вам же не слышно запах какой стоит запах жарят парят барбекюет все от одного дома к другому идешь только запах такой классный мы вчера барбекю или опять меня муж так хорошо готовить невозможно просто мне так нравится вот симпатичный дом и три машины гараж отлично всегда нужно знать и как бы какое-то дополнительное место ну или если есть ребенок несовершеннолетний и вообще просто дети до них тоже прижать машинах и драйвы это вообще тоже must have потому что есть улицы где на улице ну как будет надо на проезжей части не паркуется мне муж не рассказывал когда он был студентом и у них был курс как-то назывался бизнес что-то и и преподаватель мне всегда говорил что первый знак того что не бы это значит улица или район до район неблагополучный и люди живут там с низким доходом это невозможно проехать по дороге потому что машины припаркованы везде и всюду слева справа потому что выше ну как более оплачиваемый класс они у них более дорогие машины и они их держат в гаражах и ухаживают за ними как-то вот так поэтому говорит если выбираете дом пройдитесь по улице посмотрите если машины в порядке такой припаркованные допустим течение дня это вполне нормально или живут как вот в этих домах нет машин то вообще они гаражи стоят то о сегодня open house здесь то это хорошее место в бедных районах пройдите проехать невозможно вот так вот виляешь наша улица постепенно превращается вот в это потому что много домов не могут продать и отдают в рент аренд это всегда очень плохо сбивает цену на соседние дома вообще сбивает стоимость улицы вот так вот короче ну а что делать когда люди теряют работу бережда другое место но сейчас данный момент очень много домов на продажу по городу сам город замечательный мне он очень нравится и честно говоря уже не хочу его покидать потому что настолько удобно очень трудно найти именно такой город где будет все тебе удобно если в этом городе у вас есть работа такая стабильная вообще нет смысла никакого здесь можно прожить всю жизнь я знаю здесь очень многие люди они такие патриоты своего города они здесь выросли то есть родились выросли и никуда не справиться уезжать симпатично здесь у них вот смотрите даже вот такой вообще заезд кольцо по кольцу они живут но начиная уже вот с этого серого дома и вот эта вся сторона у них задний двор то есть сад выходит прямо на занятую улицу это очень сбивает тоже цену и когда вот за эти дома дом два раза уже был на продаже он тоже был недавно на продаже вот там дом был недавно на продаже помните как вот часто очень на этой стороне я вижу дома на продаж перепродаю то есть люди купили пожили немножко опять продают уезжают конь другое место меня многие учителя поменяли вот дом в течение того как они работают до зарабатывают деньги сначала они покупают дешевое жилье какое-то такое там районе 80 100 тысяч потом когда они поработали несколько лет немножко проплатили этот дом сохранили еще некоторые деньги на на первый взнос они продают этот дом и покупают в другом месте уже там где-нибудь знаете за чертой города где тихо где спокойно где нет ни людей нет ни машин не поездов вот нет нам то есть они вот любят как бы уединение так вот если медленно посмотреть на 360 градусов дороги пустые людей нет все сидят на своих дворах на верандах и так далее и так далее где-нибудь там уединение и возвращаясь уже домой это моя обратная дорога становится жарко разрешаются после церкви я сворачиваю вот на эту более спокойную улицу эти как люди пытаются вырастить траву потому что вот под деревом и на открытом месте должен быть разный сорт травы там детей в магазин и можно там почитать на этикетке для тени и для открытого места и попробую угадать эти границы где есть у меня можно сих пор там у него целая система я даже туда не лезу он говорит гораздо проще ухаживать за газоном когда вот как например вот перед этим домом нету дерево да просто открытое место мы среди какой шикарный газон весь ровненький да когда у вас дерево он не ровный получается вот это дерево вот сейчас покажу там как же называется она она симпатичное дерево все крепкое что в общем то важно для оклахом потому что здесь ветер очень сильно ломает деревья но посмотрите на его корни до полностью уничтожает ваш yard эти какие деревья как жилы такие проходят через весь yard бедные люди намучились небось с ними вот поэтому их выкорчевывают и сажают что-то другое ведь как выглядит ужасно как страшные сказки про я вот еще один дом на продажу я зашла так далеко и становится так жарко мне муж все время так предлагал говорит если что звони я тебе подберу я взяла позвонила сказала подбери меня я далеко от дома я уже ужалилась мне пить хочется и вообще я устала моя вторая тренировка я уже хожу 50 минут прикиньте да у меня первая была тренировка довольно такая усиленная и вот она пошла вторая главное чтобы только у меня правильно расслышал подобрал меня на правильной улице я вам сказала на той улице где который идет к fire department это к пожарному отделению это всегда мне напоминает березку но это не березка 50 месяц я то я хожу для брожу смотрю по сторонам 50 минут уже не знаю видно вам не видно там вот на пороге прямо два гуся стоят украшены а здесь яйца учись не сделала фотографию завтра начинается следующая рабочая неделя нас осталось всего 29 дней школы что нас очень радует мы считаем дни последние уже вот и эти три недели следующие будут по 5 дней потому что нас разбаловали вот эти две последние две недели где мы работали по четыре дня выход выпадали там то профессиональный день то пасха вот и было так здорово конечно с тремя выходными ну просто прелесть один выходной дополнительно это большое дело а сейчас вы три по пять потом еще под по четыре и все и где-то в конце мая мы заканчиваем наступает лето ничего не знаем насчет следующего года вот и на этой неделе мы дописываем уже последнюю неделю у нас идет тестов экзамена это штатовский тест дети с 3 по 5 класс пишут эти тесты если 3 4 класс они пишут только математику и чтение 5 класс они пишут 5 экзаменов замен состоит из двух частей по 30 вопросов как на шиге вот в общем то представьте 30 классник него 60 вопросов по математике 60 вопросов по письму чтению течение на не знаю экзамена написано ну какая говорят что безлимитный по времени ограничены времени но часто в общем то забирает 2-3 часа иногда мы разделяем это на две части первый пишем до обеда 2 после обеда особенно для детей которым нужна специальная помощь таких детей я сижу ассистентом везде поэтому просмотрела все эти правила нужно принципе не первый год внутри кота и посмотрела в чем отличие с нашими все гораздо более спокойнее и душевнее но строго дети не могут не поворачиваться не выходить не разговаривать ничего но никакого стресса осмотрите какой дом тоже давно давно принадлежит одному тому же владельцу его очень большие просторы и даже львы такие знаете длинный такой подъезд крутой короче